МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сустрелася с коллективом открытого акционерного товариства «Восьмая соковика». Ознайомилася з умовами працы, оценила готовую продукцию и распавела об развитии системы аховы здоровья. Об подробностях визиту расскажут наши корреспонденты. У нашей краине сирот причин смиротности первое место сегодня займают сердечно-сосудистые захворывания, другое – онкологичные. В Гомельском же регионе эту позицию занялись внешние причины. Тому особливая увага надается повышению здоровью аховы працы на вытворчасти. Так, на открытым акционерном товаристве «Восьмая соковика» пытанием беспеки працы и здоровья своих супрацовников надают першочерговое значение. Как пераконаться у этого особиста оценить умовы працы и ее выники, сюда пробыла наместник премьер-министра Республики Беларусь Наталья Качанова. Здравоохранение всегда было приоритетным направлением в государственной политике нашей страны. И, несомненно, все те программы, которые были приняты ранее, они уже реализованы. В 2015 году завершили свою реализацию. В этом году мы приступили к разработке и уже разработаны новые программы, в соответствии с которыми будут развиваться наши отрасли здравоохранения и фармацевтическая промышленность. Новая программа «Здоровье народа» и «Демографичная беспека» будет реализовываться у ближайшие пять годов. В сравнении с передней аналогичной программой объем финансования повеличен в 15 разов. Эту информацию Наталья Качанова огучила по часу встречи с коллективом в рамках одного дня информования. После доклада супрацовники предприемства еще долго вели разговор с наместником премьер-министра. Пытались про разное, про якость белорусских медикаментов, махшимость повеличения пенсийного взросла. Обмерковывали и особистые проблемы. Наталья Качанова обещала взять на контроль все огученные питания. Мы беседовали о развитии системы здравоохранения в нашей стране. Хотелось бы сказать, что на нашем предприятии, которое во многом является женским предприятием, у нас в основном женский коллектив, конечно же этому вопросу тоже уделяется достаточно большое внимание. У нас имеется собственный здравпункт. Наша профсоюзная организация совместно со службой, отвечающей за развитие нашей кадровой политики и социальных вопросов, регулярно проводит мероприятия по популяризации здорового образа жизни. Мы предоставляем нашим работникам адресную помощь в части оздоровления, путевок и тому подробных мероприятий. Добрые умовы працы в сумме с клопотом про здоровье персоналу приносят плен. В месяц тут выпускают каля полмиллиона одинок трикотажных товаров, каля 400 тысяч пар панчошно-шкарпетковых выработок. Поставки идут на 8 экспортных рынков у Тымлику, Россию, Украину, Казахстан, краины Усходной Европы и Прибалтики. При этом высокую оценку якости продукции дают не только покупники, але и эксперты на международных выставах. Ганна Ковалева, Светлана Князева, Валерий Хапанько, телерадуя компания «Гомель». Выники внешней экономической деятельности регионы обмерковывались на посажении Аблвы Конкама. А кроме этого, проанализованный указ президента краина номер 78 об мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь, які ставят новые задачи перед регионами. Какие накерунки станут приоритетными, доведовся Дмитрий Котов. Сгодно новому указу президента краины, приоритетными накерунками развития экономики повинны стать притягнение замежных инвестиций, рост и диверсификация экспорту, импортозамещение и створение новых прационных мест. Продогрежено так само поскоренное развитие малого и середнего бизнеса. До речи, на посержении Аблвы Конкама отзнашается, что необходно, как у районах, особливо невеликих по своей территории, исновали умовы для реализации предпримальницких инициатив насильства. У таких выпадках, коли процелоткование беспорционных немогчима по причине отсутности буйных предприемств, с этой задачей повинен справляться приватный сектор. Коли сказать про внешнеэкономичную деятельность, у минулого года освоено 10 новых рынков сбыту. У вогулі экспортная география нашей области зараз наличивает 86 краин. Однако больше за 80% продукции накерувается у Российскую Федерацию. С одной стороны, конечно, хорошо, это наш надежный партнер и сосед, но при всем при этом мы должны стремиться к тому, чтобы экспорт где-то 30% шел на наш союз таможенный, 30% Евросоюз и 30% где-то должно быть другие страны. Поэтому вот как раз над этой цифрой мы будем работать. Великие надеи связаны и с освоением китайского напрямку. Тем более, что предприемства этой краины мают великую затекавленность в импорте гомельских товаров. У нас буквально на этой неделе очередная китайская делегация уехала, отобрали уже продукцию, которую они будут экспортировать от нас на китайский рынок. Большой интерес у них вызвал это соки, мясомолочная продукция. Это в первую очередь цельномолочное молоко, консервы молочные и колбасные изделия. Нарошивать объемы экспорту плануются прас проведения на территории Гомельщины экономичных форумов и выстав. Все лето их заплановано каля 30. До того же протягивается активный процесс явления новых резидентов у свободной экономичной зоне Гомель-Ратон. У минулого года было зарегистровано 6 предприемств, ориентованных на экспорт. Ясше за одним зараз ведутся перемолы. К сожалению, в прошлом году мы не достигли 100% темпа роста экспорта. Однако уже в этом году, в 16 январе, у нас активизировалась работа нашими предприятиями, и темпы уже составляют практически 100%. Я думаю, что наладится работа, потому что частные предприятия, особенно частные, они заинтересованы в получении денег, валюты из-за рубежа. Ясше одно питание, разглядженное на посаджении Абалвы-Канкама – ситуация со зворотами громадян и юридичных особ. Самые актуальные темы – питание жильево-коммунальной господарки, будовництво жилья и выплаты за работные платы. У минулого года огульная колькасть тех, кто звернулся до областных уладов, склала больше за 4,5 тысячи человек. Это на 20% больше, чем у 2014-м. Конечно, мы будем говорить, что это не совсем хорошо. Когда меньше обращений, это говорит о том, что все-таки власти, в том числе, на местах работают. Когда есть увеличения, здесь необходимо разбираться. И сегодня на исполкоме мы обсудим причины роста обращений и дадим оценку соответствующим службам и регионам. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания, Гомель. Реджицу наведу министр спорту и туризму Республики Беларуси Александр Шамко. Он ознайомился с деятельностью некоторых спортивных объектов райцентра, а также принял дел в открытии новой тренажерной залы на базе Реджицкой здюшар номер один. С подробностями Вероникова Рашилина. Реджицкая специализованная детячая юнацкая школа Олимпийского резерва номер один рыхтует юных спортсменов уже больше, чем 40 годов. Сегодня они тут займаются по двух напрямках – баскетбол и велоспорт. Открытие новой тренажерной залы для тренеров и выхованцев установы – падея Долгача Канна и Абудагет, ульбольши, как 300 юнаков и девчат были вымушены займаться на состарелом обсталяванне. Это, конечно, мотивация и для тренерского штаба детской спортивной школы, для юных спортсменов, потому что все спортсмены, все олимпийские чемпионы, безусловно, выходят из спортивных детских школ. И, наверное, это хороший стимул. Ну и, безусловно, вот такое укрепление материально-технической базы, я уверен, что должно и сказаться технически, скажем так, на подготовке всех спортсменов, тех видов спорта, которые сегодня в этой школе проводятся. Удел воорочистой церемонии открытия приняли министр спорту и туризму Республики Беларусь Александр Шамко, представники местовой влады, выхованцы и педагоги Сдюшар. Сироты их, до речи, заслуженный майстер спорту Республики Беларусь, гоноровый громадянин Речицкого района, чемпион света 2015 года по велосипедным спорте на шаши Василь Кириенко. Традиционное перерезание червоной стушки, несколько слов с пожаданиями у адрес юных спортсменов и их тренеров. Освящение тренажерной залы представниками православной церквы, и она принимает своих первых наведывальников. Беговая дорожка и разные силовые тренажеры – все обсталевания беларусско-российской вытворчасти. Были наученец Речицкой Сдюшар номер один, а зараз знакомитый спортсмен Василь Кириенко, Агучевая. Ранее про это навык и не марали. Для ребят тут створены все умовы для комфортных, а головные результативных тренировок. До речи, это юноценил особиста разом со своим 5-годовым сыном Алексеем. В этой школе я занимался и на самом деле занимаюсь, когда нахожусь в городе родном. Вообще отрадно видеть, что у нас появился в спортивной школе тренажерный зал, соответствующий нормальным уже характеристикам. Можно предположить, что больше может появиться ребят, занимающихся физкультурой и спортом в целом. И, скажем так, у нашего населения это отразится на здоровье. Речицкая специализованная 10-шо-юнацкая школа Олимпийского резерва номер один за свою историю сгадавала плеяду поспеховых маестров спорта у тем лику международного класса. Установа зауседы славилась высокими спортивными выниками. Але зараз тут нацелены покарать новое вершине. И упэлненность такой материально-техничной подрымкой и перемоги не примусить себе шакать. Вероника Ворошилина, телерадо-компания Гомель при подрымце агентства Телена Вин. До инших тем. Коммунальные службы Гомельской области мают намеры в этом году провести у парадок больше как 2000 подъездов у жилых домах. При этом разглядаются разные варианты у тем лику так званый промысовый ремонт, коли работы будуть проводиться навод без попередней сгоды жильцов. Як переконався Олег Сентюров, некоторые места огульного корыстания гомельшане провели у такий стан, что теперь самим глядеть соромно. Сегодня в жилевом сентяре Гомельской области наличивается около 14 тысяч подъездов. Сгоды с нормативами ремонтов их необходимо проводить один раз в семь годов. Правда, даже не которых добыл в союзе места огульного корыстания у куды бож степлые термины. Гэтая малосемейка по улице у Владимирова у Гомеля уже утрапляла в поле за руку журналистов. Спешка поверха становится заразумелым. У мясцовых жахаров есть докладный поддел. То, что у квартиры – это мое, а то, что за емежами – чужое. Надписы на сенах, по яких можно выучать историю взаимодносин жильцов, малюнки, якие явно не упрыгоживаются дом. Усё это стало одной из причин, по какой ремонт тут будет проведен навод без сгоды населенства. Теперь для этого достатково-звычайного протоколу, складенного коммунальщиками. Если эксплуатирующей организацией будут выявлены подобные факты, факты вандализма, а также если будут обнаружены надписи вот такого непристойного, рисунки непристойного характера, то эксплуатирующая организация должна составить соответствующий акт, запротоколировать это, после чего выполнить ремонт. Гомельские коммунальщики настроены расшуча. Парадок у подъездах необходимо наводить обовязково за одночасовым выхованием культуры Поводина у громадских местах. До речи у залежности от объема взробленных работ. Жахарам кожны, кватеры, и он обойдется в помире от 800 тысяч до полутора миллионов рублев. И гэтая гроша придется заплатить у любым выпадку. Учитывая, что услуга по ремонту подъезда является основной жилищно-коммунальной услугой, то, соответственно, независимо от того, есть ли договор с нанимателем либо собственником жилых помещений, независимо от того, хочет он платить или не хочет, если эти работы были выполнены, выполнены качественно, то наниматель либо собственник обязаны оплатить эти работы. Олег Сентюров, Юген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Дарыш и сёння генеральный директор Держану объединения жилево-коммунального господарка Гомельской области Дмитрий Сгурцкий откажет на пытание телеглядашоу. У 18.01.35 хвилин глядите одночасово на телеканалах «Беларусь-3» и «Беларусь-шатыры» интерактивную программу «Деалог». По час эфиру будет працавать телефон промой линии. Поведомить об халючих проблемах, выказать конструктивные пропановы можно по номеру 77-68-45. У Гомеля проходит першинство Республики Беларусь паспортивные акробатыцы. Уделу им принимать 120 юниоров за всей краю. Представлены команды областей и города Минска. На передании первой части с поборницей у Яны продемонстровали балансовые номеры, у другой – темповые, где основными элементами были крушения, китки и сальто. Сёня отбудется опошняя шастка комбинованная. Лепших будут вызнашать по трог критериях – артистизм, техника и складанность трукау. У финал пройдусь шесть групп у кожным звидах акробатыки – мушинской шосьверки, жаночных отрыв, мушинских жаночных измешанных пар. Призеру особистого першинства и мацнейшую команду Украине вызнашать сёня. Есть дети, которые уже принимали участие в чемпионатах Европы, юношеских, и в чемпионатах мира. Есть и призеры, завоевавшие медали. Это молодежь и резерв нашей страны в спортивной акробатике. И на этом по кулюсеозе разведем падеи сашити по наших выпусках. А я с вами разведываюсь. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин